Дачное карате. Немножко подморозило. Март. Снег в основном сошел, но вот он немножко уплотнился от мороза, поэтому по нем можно попрыгать. Одежда соответствующая. Не будем показывать фасон, раздеваться. Любое переохлаждение ни к чему хорошему не ведет. Ну, конечно, можно так для бодрости в течение пяти минут там где-то побегать, разогреться даже с голым торсом. Но сейчас не этим занимаемся. Дачное карате. Немножко вот по систему движений. Вот. Ну, специально одел еще перчатки такие, чтобы все-таки в серьезных вещах была доля шутки. Вот такие синие пальчики, если что, могут придушить. Вот. И сегодня займемся простыми перемещениями. Немножко скользковато, надо отметить. Скользко. Не просто немножко, а вполне скользко. Я думал, что будет прочная основа. Ну, вот уже раскисает этот снежок оставшийся. Вот. О чем идет речь? Вот. Простая двойка. Раз, два. Вот. Без движения. Ну, если вы будете обрабатывать, бесконечно обрабатывать этот мешок, набьете себе мощные кулаки, плечи, бицепсы, ну, толку от этого никакого не будет, потому что вы не сможете донести всю вашу мощь до противника. Если только он будет стоять, как столб, ну, даже бойцы неопытные, как столб, чаще всего не стоят и не опускают руки, чтобы получить по физиономии. Вот. Поэтому в каком-то движении вы должны всю вашу мощь донести. Обычная двойка. Раз, два. Да? Как вы подойдете к противнику? Шаг передней ногой. Раз, два. Да. Раз, два. Ну, расстояние может не хватить, противник может не так быть близко на таком расстоянии. Ну, значит, как-то надо постараться подальше подойти. Раз, шаг. Два. Раз, два. Правая посильнее с выпадом. Кидзами, суки, ой, суки. По-каратеистски, да? Раз, два. Ну, вроде как, все, больше ничего нет. Ну, вы, во-первых, можете идти не только вперед, но и идти назад. Тоже с теми левой-правой, левой-правой. Мы другие варианты пока не рассматриваем, потому что это сразу все усложняет. Минимизируем. Раз, два. Да? Идем назад. Раз, два. Или просто на отскоке. Раз, два. Может быть, один шаг. Раз. Да? Может быть, шаг просто раз. А потом вперед, да? Назад, вперед. Очень скользко. Вот мы небольшой подшаг делаем, да? Можем дальше выпад сделать. Но труднее будет вытолкнуть себя другой ногой. Раз, два. Здесь. Раз, два. Или. Раз, два. Или вперед-назад. Да? Вперед-вперед. Вперед-назад. Назад-вперед. Назад-вперед. По-разному. Уже, видите, разнообразие довольно большое. А если надо добежать до противника, который уходит, он же не будет стоять. Вот вы потянулись за ним. Вот. Вы можете длиннее сделать. Шаг, шаг. Переднюю ногу подтянули. Раз, два. И мощные, два мощные шага, два мощных удара. Невозможно. Скользко до невозможности. Даем задней ногой. Раз, два. И здесь выпад может быть довольно большой. Раз, два. Можно покрыть расстояние, причем довольно быстро. Здесь еще прокатимся. Вот тоже, кстати, корова на льду тоже должна. Уметь что-то делать. И понимать, что надо прочную стойку иметь. Подскользнуться можно всегда. Мы же дачная каратэ. На даче не всегда травка. И не всегда ровно. И камушки могут быть. И вот скользкая поверхность. Итак, вот посмотрели. Назад-вперед. И назад можно отойти. Тоже весьма. Раз, два. Если противник бежит на вас. Ну так что. Можно удар заменять еще каким-то движением. Раз, два. Перекрыли ему. Перекрыли ему обзор. И нанесли удар. Или ложный удар. А правый мощный. Этот первый слабенький. А потом мощный. То есть мы уже нарабатываем значительное количество вариантов. Еще варианты. Мы не только можем вперед или назад двигаться. Мы можем двигаться вбок. Раз. Раз, два. В данном случае вбок весьма нехорошо двигаться. И вот здесь, кстати, возникает на скользкой поверхности. Возникает ощущение, что должно быть движение с задней ноги. Вот так, да? Раз, два. Пауза, конечно, получается. Можно так раз. Но ведь поехал. Раз, два. То же самое и идем не назад просто, а отходим. То же самое и в другую сторону. Раз, два. Мы договорились, что мы левый. Левый бьем первый. Можно наоборот. Но сейчас мы минимизируем комбинации руками. И посмотрите, какое богатство у нас получается. Раз, два. Или мы можем раз, вперед пойти. И вот единственное, что мы не можем, это вот пойти с крестным шагом сюда. Потому что отсюда тогда пойдут какие-то удары ногами. Или если мы руками, то мы идем раз. Делаем крутящие движения. Удар с развороту. Но поскольку мы прямые удары, другие не берем. То вот наработали комплекс. Быстро вперед. Быстро назад. Но поскольку мы не берем никаких дополнительных вариантов. Удары могут быть там сбоку, снизу. Там открытой рукой. Ребром руки. Перекрывание. Отталкивание противника. Масса может быть из вариантов использования. Левый, правый. Но сейчас вот только, только удар. И тогда быстрый вход вперед. Или быстрый вход назад. Вход в бок. Раз. Это у нас все было с левой ноги. С правой ноги то же самое. С правой ноги. Назад тоже. Раз, два. То же самое может быть. Раз, два. И назад, вперед. Раз, два. Раз, два. Под углом то же самое. Можно уходить под углом. Ушли под углом раз. Ушли под углом два. Если противник наступает. Влево, вперед. Влево, назад. Право, назад. Право, вперед. Вот так. То есть мы делаем вариации вариации лево, право. Это у нас осталось закреплено. А все остальное мы делаем ногами. То есть мы по мешку наработали свои свою двойку. Бум. И вот накачались. Да, теперь все это дело доносим до противника. Бросаемся на него. Бам-бам. Еще варианты могут быть. Вы бросились. Бам. А он уже готов. А зачем вам тогда идти в лоб и ломиться? Другой какой-то удар. Но это уже следующее развитие. Пока только вот бам-бам. Все. И то этого достаточно будет только в том случае, если вы подключите ноги и ноги начинают вас носить так, как необходимо. То же самое с ногами. Бам-бам. Да, вот тут упасть как раз опасно. Поэтому на скользкой поверхности все эти верховые удары даже средний уровень не пройдут. Не упрешься. Бам. И пополз. На подскоке. Раз. Два. Ну, а потом туда подключаются руки. А пока вот только ноги. На отскоке можно отскочить. Раз. Ногу убрать. Два. Да, можно опять левый-правый, но хочется и сделать правый-левый. Поменяли стойку. Раз. Два. Назад. Ну вот, мы стояли в обычной стойке. Нам надо пойти вперед. Но если с левой ноги начинать, то кроме вот выпада непонятно. То есть она должна как-то полететь вперед. Поэтому правая подталкивает на скачке. Потом идет правая, как и есть. Вот. Можно назад отступить. Как делают тэквондеры. Раз. Бам-бам. Быстрая смена стойки прыжочком. Из любого положения все равно идем двоечкой. Пам-пам-пам. Ну вот сюда подключаются руки, например. Идем назад. Потом идем вперед. Потом идем снова назад. Вот мы уже подключили всего-то два удара ногами, два удара руками. Причем зафиксированы. Вот только такие. Левый-правый, левый-правый. И мы получаем бездну разных комбинаций. Еще можно бить чуть-чуть с разворотом ноги, чтобы высочком попасть в нужное место. Там, где печень, которая выключит все. Вот каждый может покомбинировать и посмотреть, какие тут вариации есть. Вот огорчила меня скользкая поверхность, потому что вчера она была жесткая. Я думал, что сейчас я тут попрыгаю уже очень-очень бодро, очень весело. Раз-два, раз-два. Сдвоенные. То же самое, но уже дальше продолжаем. Раз-два, назад, раз-два, и тут же вперед. Вот. И просто смотрим, где бить противника. Мы можем руку выставить, а противника еще не бить. И ударить мощно только в тот самый момент, когда уже вот-вот он подошел. И вот тут-то мы его поймали. Или поймали. Правая сторона у вас, скажем, выключилась, и противник кажется, ну что там, с левой не особенно ударишь. Ну еще как ударишь. Еще как ударишь. Ноги для чего нужны? Не для того, чтобы достать до головы. Чаще всего это и не получится, потому что в неразогретом виде даже у тех, у кого растяжка хорошая, достать в башку крайне тяжело. Вот если он только подскользнется, как корова на льду, тогда можно что-то влепить. Но вот такое пробивающее оборону действия или заставляющее опустить руки, пожалуйста, раз, удар в пах такой, хоп, и дальше вариация, как рука пошла, или как положение тела сложилось. Пам! Можно с левой, можно с правой и левой добавить. Или вот тут мощнейший удар. Ну вот такие, такой набор комбинаций как раз перед летним сезоном можно самому поварировать. Что тут можно сделать? Что можно сделать? С правой руки начиная, с левой руки, отступая, наступая, наступил, отступил, в бок ушел, атаковал. И все это должно сыпаться, как из рога изобилия все эти комбинации, в зависимости от положения противника и вашего положения. Поэтому научиться боевым искусством просто обрабатывая мешок невозможно. надо стремиться к тому, чтобы ходить в зал, все эти комбинации отрабатывать по воздуху в разной ситуации. Для дачного каратэ хорошо, разная ситуация. А вдруг вы действительно в валенках, что вы тогда? Ну, тогда удар в колено противнику отвлекающий, чтобы оставил свои поползновения нехорошие. или повыше коленочков подняли и отпихнули, если нужно отпихивать. Или просто махнули, а сами ударили. Махнули ногой, махнули рукой, а ударили другой. И все эти комбинации становятся рабочими в любой ситуации. Вот по сторонам действительно тяжело на скользкой поверхности работать. Тем более я уже тут немножко утоптал. Ну, совсем уже как лед. Можно катиться здесь еще немного и начну падать. Ходить надо в зал, ходить надо в зал, по воздуху отрабатывать. Можете в дачных условиях, можно по воздуху отрабатывать. Для того, чтобы понять, как двигается партнер, вот он, например, вот он пошел вперед. В какой момент вам надо, то ли в сторону надо отойти и встретить его, то ли назад отойти, то ли вбок. Вбок, конечно, лучше всегда отходить, но не факт, что удастся вбок отойти достаточно бодро и не получить, потому что противник тоже смотрит за вашим движением и, скажем, вместо прямого удара сделает какой-нибудь круговой, который вас зацепит. Вот, поэтому, может быть, надо вбок и назад и вбок отходить раз-два, а потом уже самому пробиваться сквозь защиту противника. Правый, а если подключить правый, левый, правый, скажем там, или правый, левый, мая, мая, маваши, там, скажем, все, это уже комбинаций необозримое количество. и вот высший пилотаж, я считаю, это не повторяться или повторяться только в тех ситуациях, которые являются стандартными. Пошел противник налево, ну, значит, вместе с ним, например, если мы атакуем, или если он сместился, атакует сюда, значит, мы атакуем его, контратакуем, для того, чтобы у нас была более фронтальная стойка, вот, например, противник, да, вот, мы стояли, он пошел сюда, вот, уходим, например, Майя, Якуцуки, да, или он пошел сюда, а мы пошли тоже сюда, только с другим ударом. Скользкая поверхность, то получить можете вы, поэтому сместились и назад, пусть он скользит, а вы отступаете короткими шажками и даже если вы поехали, подскользнулись, то на следующем ударе, может быть, вы не подскользнетесь, раз, и удар вас провис, а следующий уже поставили ногу более плотно, то есть, любой упор с вот таким попыткой идти вперед, ну, если мощный упор, то, может быть, ботинок вомнется в снег или в наст, и упор будет хорошим, вот, а если вы просто раз-два там начинаете играть с противником, то у него возникает возможность в тот момент, когда вы подскользнулись, разъехались ваши ноги, вот тогда подбить ногу, например, переднюю, очень хорошо, ну, и вы тоже должны пользоваться этим шансом, стоял, вот у него левая нога, и добиваем, и добиваем, нужно учитывать условия, вот в данном случае скользко, поэтому пусть противник прыгает, а вы короткими шагами, может, даже с утрированным притопыванием, вот такими комбинациями пробиваете, ну, что ж, до следующих встреч, после весны, как всегда, лето, ну, а летом захочется показать какие-нибудь упражнения с лопатой, там, с палкой, с вилами, поэтому дачное карате, это еще немножко юмора, такая шутка над самим собой, поэтому с таким мрачным людям, которые будут говорить, да, мы лучше умеем, ну, умеете, так снимите ролик, поставьте его, не надо только ко мне на канал ходить и хамить там, выпендриваться и так далее, ну, хотите испытать себя, идите в зал, подбирайте себе соперника такого, чтобы посильнее вас был, и работайте с ним, хотите со мной работать, ну, приходите в зал, куда, я сообщу, если возникнет желание, но прийти просто для того, чтобы там провести пару боев без правил, это никому не нужно, и мне не нужно, даже если я легко обработаю противника, мне это совершенно не нужно, все-таки карате, это дело серьезное, предполагает многолетнюю деятельность, многолетние тренировки, освоение базы, вот, всех этих стоек, и так далее, и так далее, это метод, метод подготовки человека к боевым искусствам, дальше практика, дальше практика, разбить тяжелую доску, двухдюймовую, ну, очень тяжело, очень тяжело, если вы будете думать, что она разобьется каждый раз, когда вы захотите, то, я сомневаюсь, что на практике у вас это получится, и потом травма заживается неделю, две недели, поэтому, ну, вот вы хотите быть сильным, ну, давайте я буду разбивать доски, ну, кроме болезни суставов, вы ничего не приобретете, никаких реальных боевых навыков, а вот есть система, в разных видах своя, где-то там кикбоксинг, где-то миксфайт, карате, отличная база для любого вида боевых состязаний, ну, разве что бокс, вот, очень специфический, потому что в боксе всегда хочется как-то залепить куда-то там очень хорошо ногой, вместо того, чтобы работать только одними руками, ну, тоже это как-то такое своеобразное ограничение, если хорошая подготовка верхнего плечевого пояса, хорошо на ногах человек двигает стон, и в боксерском состязании тоже хорошо себя покажет, поэтому приходите в зал, тренируйтесь, занимайтесь карате, на даче по возможности, а желательно в зале у хорошего мастера, если кто-то хочет найти хорошего мастера, вот я занимаюсь у хорошего мастера, это не дешевое удовольствие, и это требует усидчивости, и изменения всей своей жизни в направлении поставленной задачи, освоения искусства, искусства, если вы, например, хотите освоить искусство живописи, вы идете и начинаете с азов, рисуночек, там, натюрморты, и так далее, и через какое-то время, там, лет через 10, вы, может быть, уже будете рисовать что-то такое интересное, и для других, не только для себя, вот поэтому, если намерены заниматься каратэ, просто попробовать, приходите в зал, попробовали, месяц, два, три, если вы прозанимались год, вы запомните это, можно сказать, на всю оставшуюся жизнь, через три года, если вы три года сможете заниматься, вам трудно будет уйти, и вас все время будет тянуть в спортивный зал, если вы прозанимаетесь 10 лет, то каратэ, это часть вашей жизни, часть вашего мировоззрения, не только на спортивной площадке, не только в спортивном зале, поэтому смотрите дачное каратэ, занимайтесь спортом, занимайтесь боевыми искусствами, слава России!